сегодня вы узнаете как живется туркмену в чуваше как как родина сможет ли он жениться на русской девушки нет если дружба народов в россии отношения хорошие грабаньяс мухамов студент из туркменистана уже четыре года живет в чуваше как он себя чувствует в чужой стране что думает о разлуке с родиной новом проекте гостях как дома на национальном телевидении когда у меня был свободнее время тогда вы с друзьями приедем сюда свой спетом катай ну это вот сколько раз неделю но месяц два раз больше три раз грубаньяс мухамов приехал в чувашию из туркменистана он родился и вырос в старинном городе кирки который 20 лет назад был переименован патумурат честь отца первого президента страны туркмен баши сапур мурата неязова чебоксарах живет уже четыре года туркменистан государства в средней азии граничит с афганистаном ираном казахстаном и узбекистаном омывается каспийским морем столица ажгабад когда-то одно из самых закрытых государств как сообщает википедия нейтральное светское государство президентская республика президент курбан гулы берды мухаммедов гурбания студент 4 курса медицинского института чувашского государственного университета учится на хирурга в будущем собирается стать таракальном хирургом профессия в туркменистане востребована и стране требуется закоквалифицированные врачи последние годы в туркменистане возведено ile сколько десятков новых медицинских центров несколько старых отреставрирована они оборудованы современные аппаратуры а штат медицинских работников таких клиниках это высококвалифицированные специалисты но по неофициальным данным доступ к инновационным технологиям имеет лишь редкий всего населения, так как попасть в современные медицинские центры возможно лишь по блату или благодаря имеющимся связям. В Чебоксарах Гурбанияз живет в комнате в общежитии. На родине у его семьи большая квартира. В Туркмении принято, что семьи многодетные. У Гурбанияза еще две сестры и два брата. Но такая семья считается маленькой. Обычно в туркменских семьях 8 и больше детей. Государство бесплатно выделяет им квартиры, а тем, у кого 15 детей, дают дом и микроавтобус. Сам Гурбанияз о свадьбе пока не думает. Надо, говорит, отучиться. Осталось еще два года. Я не могу женить, потому что... Только на туркменке женишься? Да. Но еще не знаем. Дальше еще у меня здесь два года. Я сейчас четвертый. Посмотрим. Но пока здесь нет такой девушки русской или чувашки, на которой бы ты хотел жениться. Нет. Не встретил еще? Нет. А вот они тебе нравятся внешне? Нравятся. Нравятся? Нравятся, да. Но он не женился бы? Нет. Мы обещаем, когда мы вот, например, у себя есть девушка у меня, да, например. Мы обещаем друг за друга, кроме тебя, я не найду девушку. Она тоже обещает, кроме вас, не буду замуж другого. То есть будет ждать до последнего? Да, да, до последнего. Потому что вот это тоже уважение друг за друга. Уже начинается семейное положение. Вообще Гурбанияз строгих правил, как одеваются современные российские девушки, ему не нравится. Нравится, когда одевают национальные одежды. Вот так джинсы ходят, мне нравится, серьезно. Потому что у меня характер такой. И когда одежда национальная, это больше красивая девушка. Но о девушках рассуждается о свойственной восточному человеку мудростью и дипломатичностью. У девушки нет плохих. У каждого человека есть свой характер. Некоторые не любят мальчика. А некоторые любят, а некоторые общаются любят, а некоторые нет. С такой же дипломатичностью Гурбанияз говорит о чувашской кухне. Ему нравятся в основном местные сладости. Туркменская кухня по технологии ассортименту близка к кухне других среднеазиатских народов. У туркмен все блюда имеют собственное название. Например, плов называется полов, пельмени берег, бешбармаг, гулаг. Гурбанияз рассказывает, что готовит национальные блюда по особым праздникам. Они убывают почти каждый день. То день рождения, то мусульманский праздник. День приезда нашей съемочной группе на кухне готовили Сурай и Гулялек. Они тоже учатся в медицинском институте. Готовить вдали от родины, рассказывают девочки, несложно. На рынке можно купить все. Только цены говорят выше. Сейчас буду лук налезать. А какая блюда называется лук? Дома. А? Дома. А что это из чего? Там мясо, лук и картошка. Ну да, здесь много чем наш. Все есть у нас. Здесь помидорчики, огурчики, лук. Ага. Вот эти. Какой вкусный. Там вкусные у нас помидорчики. Огурчики тоже. В этот день готовили даграмум. Мясо, помидоры, лук и картошка варятся, а затем выкладываются в тарелку. Даже накрошена туркменская лепешка. И вот в таком виде блюдо ставится на достархан. В Средней Азии едят не за столом, а накрывают достархан. Это туркменский бешмя. Это уже у него история началась 2000 лет назад. Но это мы каждая семья сделаем. Например, свадьба. Мы это обязательно делаем. Да, здесь нам помогают девушки. Сначала яйца, потом сметана как-то, или молоко, сахар, мука. Мы готовим национальный плов. Плов готовим? Да. Манты. Манты еще. Или менее еще. Туркмения очень внимательно относятся к пожилым. Горбаниязу не всегда нравятся отношения к старшему поколению в Чувашии. Нет плохой национальности, есть плохие люди, говорят. Но в каждом стране есть минусы и плюсы. Мне что не нравится здесь? Когда я транспортом буду, да, а когда вот старшая бабушка или дед машина уходит, молодые сидят, старшим не дают места. Горбанияз побывал в Казани, Ишкарале и Нижнем Новгороде. Рассказывает, что русские к нему хорошо относятся. Помогают, когда он что-то спрашивает. Мне нравится, потому что спокойно. Если ты что-то не понимаешь или еще не знаешь, они нам показывают. Они тоже интересуют нашими национальностями, нашими блюдами. Вот, поэтому, вот, хорошо. Университет тоже так. Если я что-то не понимаю, у меня однокурсники есть. Однокурсники, слава богу, они хорошие. Помогают. Если что-то непонятно, после пары или в следующей паре они мне помогают. Даже звонить. Что-то у тебя непонятно, то спроси или напишем контакт. Когда я у себя приеду, там все длинные одежды, национальные одежды. А здесь редкие, национальные есть. О своей культуре ребята из Туркменистана рассказывают всегда и с удовольствием. Например, они активные участники программы «Диалог культур», которые проходят в Чувашском государственном университете. Каждый человек приводит в свой город по странам, где родился и улиц. Это и хочет показать нам наш следующий исполнитель Гурбанияс с песней о своем городе Ашкабад. Субтитры создавал DimaTorzok Гурбанияс здесь тоже носит элементы национальной одежды. Например, этот головной убор по-туркменски называется тахья. Ее Гурбаниясу сделала бабушка. Но вот каждому на Кшиме есть свою историю. Например, здесь была гранша, год, век назад одна девушка была. И у него место было. Этот, каждый белый, этот желтый, это был парень. Они любили одну девушку. И эта территория была у него дома. Это место пустыни Каракума. А вот у тебя еще есть вот этот вот пояс. Да. Здесь вот тоже есть какая-то история, да? Расскажи. Да. Вот этот пояс сделала мне подарка моя соседка, одноклассница. Вот это уже другая история. Например, вот белый обозначает хлопок. И пшенися. Вот этот желтый обозначает пшенися. А что значит восьми углов, вот восемь концов? Восьми концов, например, сейчас это можно сказать, вот территория Туркменистана. Туркменистан отражает весь мир. Чтобы можно понимать, Туркменистан знает весь мир. Потому что Туркменистан сейчас считается независимым нейтральным государством. И голосовали 189 государств. Но сколько бы ни рассуждал Гурбанияс о глобальной роли своего государства в мире, в чужой стране он думает о своих родителях. Мне хватает любого мамы, папы, семьи. Остальные все есть, слава богу. Субтитры подогнал «Симон»!